Музыка Для Игрима выборы 2018 года без преувеличения можно назвать судьбоносными. Жители наравне со всей Югрой участвуют в избрании губернатора Тюменской области, а также выбирают новый состав местного совета депутатов и главу городского поселения, который возглавит поселок на ближайшие пять лет. Николай Олейников, председатель общественного совета, считает, что сложно переоценить значимость этих выборов для игримчан. И чем выше будет активность граждан, тем объективнее окажутся результаты голосования. Именно в этот день мы можем с уверенностью сказать, что мы выбираем судьбу нашего поселка на ближайшие пять лет. Потому что мы в этот день определяем, кто у нас будет главой поселения, кто у нас будет депутатами поселения. Я думаю, для нашего поселка это наиболее важное. То есть знать, с кем, под чьим началом мы будем жить и трудиться в следующие пять лет. Планы на сегодняшний день грандиозные были, прям с самого утра, потому что сегодня решается судьба нашего поселка. Судьба, то есть сказать, того человека, который будет руководить нами, который готов сделать что-то новое, полезное в поселке, изменить что-то, принести какую-то пользу. И поэтому я считаю, что день этот сегодня очень, как сказать, серьезный. И мы пришли отдать свой долг, выбрать, проголосовать за человека, выбрать достойного кандидата. Для Дмитрия Белоусова и его семьи эти выборы также очень важны. Молодой предприниматель, он один из немногих, кто не пошел в торговлю, а решил занять пустующую нишу оказания бытовых услуг. Вместе с супругой они основали семейный бизнес, осваивают сразу несколько направлений от рекламы и до ремонта обуви. Поэтому свободного времени катастрофически мало. И тем не менее, в это воскресное утро, отложив все дела всей семьей, включая маленького сына, они пришли на избирательный участок. Мы обязательно собираемся всей семьей и идем в воскресенье проголосовать. Нам не безразлично, что будет с нашим поселком, с областью, с Россией. Поэтому мы все дружно сходили в одну школу проголосовали, теперь сюда пришли, в первую школу, в другую школу проголосовать. Там жена, мы здесь с мамой, сына взяли, естественно. То есть все дружно с семьей. Хотелось бы, наверное, чтобы порядок прежде всего был. Дороги, естественно, поддержка предпринимательства, жилищные программы какие-то работали. Напомню, что в предвыборном марафоне на пост городоначальника участвовало четыре кандидата. Люди все достаточно известные и уважаемые среди односельчан. Агитационный период прошел спокойно, без судебных разбирательств, в рамках закона и в атмосфере взаимного уважения. День голосования стартовал, как и положено, в восемь часов утра. Свои двери распахнули шесть избирательных участков, по традиции расположенных в зданиях общеобразовательных школ и фойе Дома культуры. И также по сложившейся традиции первыми пришли проголосовать люди старшего поколения. Предостроение у людей отлично. С утра немного как-то было затишье. А вот сейчас, начиная с десяти часов, количество избирателей у нас, конечно, увеличилось, поток. На данный момент, на 10-30, у нас проголосовало по 10-му участку 153 человека, с учетом досрочно проголосовавших, а по 11-му участку у нас проголосовало 131 человек. Если взять в процентном соотношении, это примерно 16% от общего числа зарегистрированных избирателей. Как и предполагалось, к обеду активность игримчан возросла. Люди проснулись, люди идут, Люди приехали, наверное, уже с леса, люди закончили дело на огороде и придут. Уже к полудню избирательные участки посетило почти 22% избирателей. А к двум часам дня свой выбор сделала одна треть игримчан. Явка составила 33,5%. Надо сказать, эти цифры значительно превышают данные аналогичных выборов 2008 и 2013 годов, что говорит о возросшей политической активности жителей и неравнодушии к судьбе своего поселка и в целом региона, в котором они живут. В принципе, я считаю, что это вообще-то гражданский долг каждого человека. И я не знаю, но я верю в то, что все зависит от нас самих. Если мы не пойдем, то значит, на кого потом возмущаться, почему вот так получилось, а не так. Поэтому я считаю, что это обязательно нужно. Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение «Березово» и «Гримм». «Березово» и 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 «Березов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok